Сначала небольшая заметка или буквально несколько выдержек из статьи Матвея Гонопольского о выборах. Вот одна мысль мне показалась интересной. Итак, он говорит о том, что выборы в Украине, конечно, были беспрецедентными. Впервые в истории 39 кандидатов. И несмотря на то, что многие кандидаты были техническими, они все равно показали себя с интересной стороны. Что он пишет? Идут разговоры о том, что на центральном стадионе Киева, на котором вмещается 68 тысяч человек, состоятся дебаты. В принципе, теоретически, я не буду вам рассказывать о подробностях. Сегодня уже были заявления, которые ставят под сомнение то, что это может быть все-таки на стадионе. Но скажу только одно. Общественный вещатель, а на Украине нет государственного телевидения, есть только общественное. Так вот, сегодня общественный вещатель, который вчера говорил, что нет проблем, и он проведет грамотно эти баталии где угодно, хоть на стадионе. Сегодня от него появилось странное заявление, что дебаты должны быть исключительно по украинскому законодательству. А по украинскому законодательству они должны проходить в студии общественного телевидения с 8 до 10 часов вечера не менее 60 минут. Поэтому непонятно, мы все ждем заявления с той или иной стороны. Потому что осталась неделя, а еще нужно распространять билеты, если что, люди должны собраться, а Ваков, министр внутренних дел, должен обеспечить безопасность. Пусть странные дебаты, но во всяком случае могу сказать, что эти выборы останутся в истории. Не знаю, как к ним отнесутся россияне, но если произойдут действительно дебаты на стадионе, то, конечно, российские политики могут нервно курить в коридоре. Матвей Гонопольский. Вот что я хотел бы сказать по этому поводу. Я не очень внимательно слежу за тем, что происходит сейчас, но у меня такое ощущение по заголовкам, как я это понимаю, если я не прав, исправьте меня в комментариях, что Зеленский пытается каким-то образом от этих дебатов уйти. Вернее, он пытается уйти от серьезного разговора и давит на то, чтобы дебаты превратились в большое шоу. Я не знаю, конечно, кого хотят удивить украинцы стадионом 68 тысяч зрителей, но абсолютно точно это будет попытка некоего шоу. Ну вот, понимаете, вы еще не успели избрать клоуна, а он уже вам навязывает свои театральные действия. И, судя по комментариям остальных людей, Порошенко ведет себя, как ни странно, более сдержанно. Ну, с другой стороны, другой возраст, конечно, политический опыт, но он не отказывается ни от каких дебатов, предлагает при этом на самом деле говорить серьезно. То есть он призывает к разговору, а не к шоу. Понятно, Зеленский шоумен и в такой атмосфере он будет чувствовать себя лучше, будет, наверное, выбрасывать какие-то шуточки и будет слышать, как зал отдается хохотом. Это будет поддерживать глупого Зеленского. Ведь, по сути, если вы еще не видели, то посмотрите его интервью. На самом деле, ребята, человек просто глуповат. Он без написанного сценария ничего толкового сказать не может. Я специально посмотрел несколько его, ну, как бы полуофициальных заявлений. Я вижу какие-то гримасы, какие-то непонятные рожи, которые он корчит, какие-то закатывания глазок и прочее. Он заикается, он не может сформулировать свои мысли и начинает говорить ровно только, когда видит перед собой текстового суфлера. И, конечно, очевидно, не вооруженным глазом, что Зеленский человек не умный. Понятное дело, он исполнит свою роль. И если украинцев все еще желание выбрать именно Зеленского, вы должны думать о том, что я говорил заранее, как будет править стороной не этот странный маленький ущербный человек, а, конечно, те люди, которые стоят за ними, по всей видимости, как все говорят, олигарх Коломойский. Или какая-то группа вокруг подобных олигархов. Я так понимаю, что люди, которые все-таки голосовали и будут голосовать за Зеленского, они хотят поэкспериментировать над своей страной. Типа, ну давайте выберем кого-нибудь другого, а там посмотрим. В случае чего выйдем опять на Майдан. Для меня, как я уже говорил, Порошенко, конечно же, не идеальный кандидат. Если правда о его связи в коррупционных схемах, мы видим, что не особо хорошо двигаются реформы. Но из этих двух зол, чисто отталкиваясь от мнения умный-неумный, серьезный-несерьезный, я думаю, что на данном этапе Порошенко смотрится все-таки лучше. И мне почему-то кажется, что если Порошенко удастся провести дебаты в небольшом формате, где Зеленский должен будет начать отвечать на серьезные вопросы и делать серьезное лицо, мне кажется, Порошенко должен выиграть эти дебаты. Мне, по крайней мере, не хочется желать Украине такого глупого, пустого человека, по сути, фигляра и шоумена, как Владимир Зеленский. А до речи, с приводу вашей креативной, нестандартной тактики, чи будете ее изменять перед другим туром? Чи будут какие-то новые ноу-хау? Так, будет какой-то ноу-хау, но это будет сюрприз для всех украинцев. Субтитры создавал DimaTorzok